Хотя и практикует с ним тантрический секс об интимных отношениях Любови Толкалины и Бориса Гребенщикова заговорили еще в апреле 2017-го. Тогда актрису застукали за упоительными поцелуями, далеко не в щечку. Срок Гуру в Муроме, где у его аквариума был концерт. Эти снимки бывшая гражданская жена кинорежиссера Егора Кончаловского комментировала так, людям и в голову не приходят, что они своей школьной линейкой пытаются измерить океан. Они мыслят исключительно трусами, застрявшими у них в голове. Поражает не яркость образов 41-летней уроженки деревни Михайловка Рязанской области, а то, что она до сих пор стесняется быть застуканной рядом с 65-летним боге. Ничего странного, объяснили нам в окружении многоуважаемого Бориса Борисовича. Измены в семье Гребенщикова легализованы. Но только такие, которые попадают под категорию «разовые встречи». А актриса Толкалина, когда есть возможность, сопровождает аквариум уже больше двух лет. Сами посудите, разве просто друзья будут задвигать все дела и мчаться в Цмутаракань на получасовое выступление БГ, если на следующий день ей самой отправляться в большой гастрольный тур. Под Цмутараканью в данном случае подразумевается Конаковский район Тверской области, где проходил рок-фестиваль нашествие. Именно туда Толкалина приехала с Гребенщиковым. Когда он вышел на главную сцену, она устроилась в вип-ложи и принялась снимать происходящее на мобильник. Едва завидев направленный на нее объектив, тут же спряталась, просидела в норке до отбытия с поля. Уходили порознь, но в результате оба оказались на заднем сиденье одного Лексуса с тонированными стеклами, на котором и укатили в ночь. «Ссоры из-за мяса на какой почве сошлись эти двое, обоим близка восточная философия, оба занимаются йогой. Я пришел к этому в 2002 году, бросил курить. Если просыпаюсь в 5 утра, 2 часа занимаюсь йогой», говорит музыкант. «Но я не выбирал буддизм, я исповедую жизнь, по возможности не зашоренную». В этой связи Гребенщикова очень устраивает его третья жена, бывшая манекенщица Ирина Титова, которую он увел у своего басиста. Она всегда поддерживала легендарного мужа во всех начинаниях. «Мне приятно, что я не мешаю ему жить и заниматься творчеством. Ну полигамен он, пусть полигамничает», — говорила она спустя 10 лет после свадьбы с БГ, любовниками они стали в 1989 году. «Мы вместе ездим не только к буддистам, но и к Сайбабе в Индию. Я думаю, что религиозные практики нужны для того, чтобы ты сам стал лучше, очистил своё сознание от всякого мусора. Чем лучше ты становишься, тем лучше кажутся тебе люди. Чище стекла, яснее мир». Талкалина же с помощью йоги прокладывала путь к совершенствованию собственного тела, которым до этого была недоволна. Недавно сделала себе астрологическую карту, которая, в частности, показывает, что мне можно есть, а чего нельзя. Там написали, что я должна есть мясо, потому что мой желчный пузырь лучше работает при наличии животного жира. «Хороший кусок сала каждый день – вот моя диета, согласно астрологии. А я мясо боюсь очень, не ем его ни в каком виде. потому что заметила, как только съедаю кусок хотя бы курицы, сразу начинаю ссориться со всеми, становлюсь вспыльчивой, нетерпимой», – уверяет актриса. «Йога помогает мне не только поддерживать форму, но и обретать равновесие, как в теле, так и в жизни. Я всегда была очень неуклюжей. Обо все ударялась, вечно ходила в синяках. Однажды умудрилась в метро упасть с эскалатора и потерять сознание. Презерватива и красная помада общения с ламами сделала Борю неутомимым в постели. «Гребенщиков – замечательный любовник. В отличие от многих мужчин, он чувствует женщину, чтобы довести ее до невероятного оргазма. Ему и тантрические практики не нужны, которыми он владеет в совершенстве», – рассказывает питерская поэтесса Линда Йоненберг. «Наше общение началось с секса втроем, я, он и его любовница. Это потом уже Боря заскакивал ко мне по утрам на чашечку чая. Не признавал презервативов и обожал оральный секс. Особенно когда я красила губы красной помадой. С годами уверена Гребень будет только набирать сексуальную мощь. Раньше, когда он встречал новую женщину, то обязательно расставался с предыдущей. Потом понял, что можно любить всех. Если позитивная энергия прет, то по-всякому хорошо. Это его слова. Всем его женщинам можно только позавидовать». Принциплина. Рис. Всем его maravilням. Рис. Всем его.